В Чебоксарах обсуждают возможности дальнейшего взаимодействия с Росатомом. Сегодня представители государственной корпорации встретились с руководителями чувашских предприятий. Чем стороны могут быть полезны друг другу и какие требования в Росатоме предъявляют к партнерам? Подробности в следующем материале. Государственная корпорация Росатом для республики – стратегический партнер. Сейчас для атомной промышленности в Чувашии выпускают электротехническое оборудование. Но потенциал предприятий значительно шире. Надеемся, во-первых, что наши предприятия расскажут о тех потенциальных задачах, тех потенциальных проблемах, которые перед нами стоят, в которых могут поучаствовать предприятия республики Чувашия и внести свой вклад в развитие импортозамещения. Развивая импортозамещающие технологии, в государственной корпорации предъявляют к своим партнерам серьезные требования. Одна из главных проблем предприятий – прохождение процедуры международной сертификации. Я лично возглавляю один из таких проектов на уровне госкорпорации по проведению международной сертификации некоторых изделий электротехнического оборудования, чтобы их допустили на зарубежные рынки. То есть колоссальная работа, стоит очень больших денег, но без этого мы понимаем, что ни на один блок атомной станции за рубежом мы просто войти не сможем. Программы визита представителей Росатома рассчитаны на два дня. После переговоров они планируют посетить ряд промышленных предприятий. Стороны рассчитывают увеличить объемы взаимного сотрудничества. В этом направлении мы тоже следуем с тем, что создаем некие прорывные новые продукты, которые будут опережать время на сегодня. И это идет на начальном этапе на грани фантастики. То есть мы ставим запредельные задачи для научных сотрудников, ставим запредельные задачи для исследователей, и они в этом направлении идут. После этого у нас действительно появляются и те самые патенты, что являются индикативом. По прогнозам регионального Минэкономразвития, объемы поставок для предприятий Росатома вырастут в два раза. Уже сейчас в республике для нуждотрасли разрабатывают системы кибербезопасности, средства управления энергобъектами и турбинные синтетические масла. Тесное сегодня взаимодействие у нас, хотел бы я отметить, это и с ведущими институтами, входящие в госкорпорацию, это и Курчатский институт, и Атомпроект, и ряд других, мы на слайде показали. Буквально недавно ряд предприятий в ГОП «Атомфлот» пребывал у нас здесь, тоже спасибо за доверие, активное сотрудничество у нас идет с электропаратным заводом. Выводы по дальнейшему сотрудничеству в Росатоме обещают сделать в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика.